Писать историю надо в чистовик. Работу над ошибками делать некогда. Национальные проекты не репетиция, а экзамен на профпригодность. Все участники большой социально-экономической стройки должны видеть себя в этом процессе. Вот лишь некоторые цитаты и вступительные речи в Рио губернатора на первом заседании нового координационного органа Совета по стратегическому развитию и региональным проектам. Он собирался два дня подряд, рассматривая аспект реализации нацпроектов на территории Оренбуржья. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! Денис Паслер с первых дней своего нахождения в должности однозначно дает понять – национальные проекты – это наше все на ближайшие 6 лет. Такую задачу ставит президент, этого требует сама логика развития страны. 12 нацпроектов затронули основные направления экономики и социальной сферы. Их реализация является стратегическим приоритетом в деятельности властей всех уровней. Не случайно в работе Совета участвовали муниципальные главы. Левиная часть забот по нацпроектам будет лежать именно на их плечах. Задача ставит и в образовании, и в демографии, и в здравоохранении. Без участия муниципалитетов, я думаю, что никак не обойдемся. Наша задача, чтобы Оренбуржцы уже в этом году увидели улучшение качества жизни. Обязательное условие эффективной работы – наладить обратную связь, сверять наши шаги с интересами людей, делать все, чтобы они были непосредственными участниками проекта. Не обойдется, очевидно, и без дискуссий на тему, как все это притворять в жизнь. Хотя в Рио губернатор в очередной раз подчеркивает – нацпроекты уже действуют, о них необходимо говорить в настоящем, а не в будущем времени. При этом, впрочем, приходится обращаться и к недалекому прошлому, в котором, например, принятие программ по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» прошло, судя по всему, без достаточного обсуждения бизнес-сообществом с определением базиса, от которого, как от той печки, нужно танцевать. Иначе почему в разных ведомствах сильно разнятся цифры количества субъектов МСП в Оренбурже – от 21 тысячи до 34,5? Как эффективно помогать, если нет точных данных? Сколько именно тех, кто нуждается в этой помощи? Зато есть другие данные, тревожные, говорящие о том, что малый и средний бизнес переживает далеко не лучшие времена. Более трех тысяч субъектов МСП, действовавших до этого пять лет и более, в прошлом году свернули свою деятельность. Для государства что важно? Чтобы предприниматели создали средний класс. Это показатели занятости, это показатели достойной жизни. Почему же мы тогда за малым и средним бизнесом организовали такой тотальный контроль, что сегодня, в принципе, работать предпринимателю, по сути, бессмысленно, и молодежь поэтому не идет? Между тем, привлечение молодых в ряды предпринимателей является одной из задач профильного нас проекта. Ведь вторая часть его названия – поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. До 2024 года Оренбуржу предписано отчитаться о 64 тысячах новых бизнесменов, в том числе из числа самозанятого населения, то есть тех, кто работой себя обеспечивает сам, но при этом не платит налогов. Пока не платят. Самозанятых намерены активно выводить из тени с минимальным налогообложением. Так, в Сулелецке этот процесс начнут уже в будущем году с владельцев, сдаваемой в наем курортникам жилплощади. Меры прямой господдержки предпринимательские гранты ушли в прошлое. Вместо этого всевозможные консультации, бизнес-тренинги, помощь в продвижении товаров на экспорт, субсидирование процентов по банковским кредитам, микрозаймы и госгарантии. Обо всем этом вскоре можно будет узнать сразу и в одном месте. В Оренбурге создается единый центр поддержки МСП «Мой бизнес». Идеология данного центра основывается на том, что предприниматель не должен думать, в какую организацию инфраструктуры поддержки ему обратиться. Предпринимателя должна быть одна точка входа, где квалифицированные специалисты выявят его проблемы и потребности и помогут решить. Региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса, равно как и все прочие, не должны быть догмами, приняли один раз и навсегда, изменения не допускаются. Хотя, безусловно, итоговые цифры и дорожные карты по пути к ним должны быть четко прописаны и вольного обращения с ними не будет. При этом всячески приветствуются реализм и объективность. Движение вперед должно сопровождаться максимумом критического анализа, проделанной работой и минимумом победных реляций. У нас точно нет задачи приукрашивать цифры и рассказывать, как у нас все хорошо. Лучше понимать реальную картину и от реальной картины лучше и отталкиваться. Чтобы держать руку на пульсе, в ближайший месяц возобновится работа еще одного совета при губернаторе по вопросам предпринимательства. Новое в данном случае это не успевшее забыться старое. Такой совет существовал раньше, но постепенно его активность нашла на нет и он прекратил свою работу. В Рио губернатор считает необходимым возродить его в ином качестве. Не просто для галочки. Вот мы собираемся и вроде как печемся о малом бизнесе, а в виде настоящего экспертного сообщества. Это были акценты дня. Увидимся.